Здравствуйте, это Viva Telecom. Мы продолжаем проверять в последнее время профессиональные станции. Сегодня у нас будут проверены в городском режиме радиостанции ICOM ICF-26. Но вы знаете, что ICF-16 это нижний диапазон частот, ICF-26 это верхний. Для города он более подходящий, поэтому проверяем именно 26 модель. Что из себя станции представляют? Ну, естественно, они профессионального исполнения. Программируются в весь диапазон 400-470 МГц, 16 каналов. Эта станция легендарная, модель уже относительно старая, но мы до сих пор ее не проверяли. Производятся станции в Японии до сих пор. По надежности они, конечно, просто супер. То есть многие по 10 лет с ними работают, никаких проблем у них нет. Аккумулятор у них большой в комплекте, идет БП-232. Соответственно, емкость у него 2250 мА. Ну и, соответственно, она работает 88 часов. Мы проверяли ее в лаборатории. В цикле 5590 она работает 88 часов. Супергетеродинная станция по классической схеме построена. Соответственно, сегодня мы узнаем, готова ли она создать конкуренцию, например, Мотороле ДП-1400. Тоже подобной станции по стоимости, по исполнению. Оборудование штатное. Антенна, соответственно, 57 в диапазоне UHF. То есть вот красный маркер вы можете видеть. Соответственно, у нее диапазон рабочих частот 430-450. Мы проверять будем на 440, то есть как раз на серединке этого диапазона. Штатные все точки. Используется оборудование все штатное. Аккумуляторы заряжены. Соответственно, давайте начинаем, проверим тогда, как она отработает. Так, радиостанция ICOM ICF-26, первая точка, принимаем. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, спасибо, включай тонкий ICOM ICF-2000. Но все отлично, 5 баллов. Да, шумов, кстати, тут немножко добавляется в эфир. Но 5 баллов, конечно, она принимает. ICOM ICF-26. У вас еще не старается. Третья точка, принимаем. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Ну, речь разборчива, но вот помеха постоянно лезет в принимаемом сигнале. Как бы я не могу 5 баллов поставить, 4 балла я ставлю. Все, включай тоненький ICOM, прием. ICOM ICF-26, четвертая точка, 1800 метров, принимаем. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, включай тоненький ICOM, спасибо, прием. Слушайте, ну, это первая точка, где она получит 5 баллов. Отлично все звучит, и помех здесь мало. Но тут место открытое, поэтому, видимо, помеха никакая не влияет. 5 баллов ICOM получает 26. ICOM ICF-26, пятая точка, 2100 метров, пытаемся связаться. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, спасибо, включай тонкий ICOM, прием. Ну, нормально, но помеха лезет в полезный сигнал, поэтому 4 балла я поставлю ICOM-у. Связаться. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Надя, досчитай, до 5, прием. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Надя, досчитай, до 5, прием. Ну-ка, еще раз, до 5, прием. Но, к сожалению, тоже, тоже выбывает 0 баллов, нет связи здесь. Крутились мы, один раз была связь, но это все. Так работать нельзя. Так, протестировали мы радиостанцию ICOM ICF26. Конструктивно, что нам не очень понравилось. Вот этот регулятор громкости включения, он мелковат. То есть, для работы в перчатках, наверное, не совсем будет его удобно нажимать. И в целом нас станция немного разочаровала, потому что на всех точках она принимает с каким-то, ну, с помехой. То есть, голос нечистый, но вы сами могли это слышать. И отработала она, к сожалению, только 5 точек. Надеялись мы, что она будет работать хорошо. Ну, была надежда, там, скажем, что она будет работать как Motorola 2 серии или даже 4. Ну, 4. Понятно, что призрачные надежды были, но все-таки мы просто не тестировали ICOM-ы еще в городских условиях, поэтому было очень интересно. Но почему, да, всего 5 точек она отработала? Какие у нас предположения? Скорее всего, проблема вот в этой штатной антенне. Но вторая проблема в том, что у данных ICOM-ов стоит болт, и выбор антенн очень небольшой. То есть, ICOM сам несколько антенн производит. Например, если в 400 МГц взять, то там, по-моему, 2 или 3 всего разновидности. То есть, вот эта антенна, 57-я, да, она идет ко всем, ну, большому очень количеству станций ICOM в 400 МГц. Что, скажем, вот на 2000-й станции, что на 26-й, она одинакова. Работает она в диапазоне 430-450, как производитель заявляет. Ну, и по идее мы на 440 проверяли, надеялись, что будет все хорошо с этой антенной. Но по графику КСВ у нее минимальное значение уходит в самый верх, то есть в 460-470 МГц. Возможно, низкая, ну, как относительно низкая дальность связи связана именно с антенной. Вот мы эту антенну с болтом заказали, тоже она у нас есть, Diamond HC400C2. Но здесь вот по шагу резьбы антенна подходит, но всего лишь на несколько шагов она закручивается. Соответственно, не знаю, проверить, конечно, можно, но так вот работать вряд ли получится, потому что антенна длинная, габаритная, тяжелая, и может выломать она антенны разъем. Ну, она буквально тут на три шага закручивается, поэтому, наверное, для, именно для практических целей это не подойдет. Есть еще антенна настраиваемая у самого ICOM-а, то есть она путем обрезки настраивается на чистоту. Можно будет ее проверить, но вот пока так, то есть она идет, это антенна штатно с этой радиостанцией и с этой тоже, поэтому вот как получилось, дальность так и получилось. То есть эта 26-я отработала только пять точек, то есть фактически она также отработала, как в Оуксун. Еще и причем с помехой на нескольких точках, то есть в точках мы, я говорю, этой станции разочарованы пока. Ну, на этом заканчиваем. У кого есть вопросы, задавайте их в комментариях. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.